Всем привет! В этом выпуске поговорим как о новом Казахстане, так и о старых привычках. Касымжо Мартукаев поделился своим видением того, что изменится в стране после перезагрузки государственных институтов. В том числе, после парламентских выборов. Нам кажется, что одна из важнейших задач — вернуть доверие населения. Например, если речь идет о ЕНПФ, то мы помним, как не очень удачно когда-то распоряжались нашими деньгами. Делали сомнительные инвестиции и не получали желаемого дохода. Но история повторяется, и теперь пенсии хотят влить в национальный холдинг Байтирек. Насколько это эффективно? Сейчас обо всем расскажем. Поехали! Президент Казахстана выступил перед обновленным Сенатом. Кстати, его председателем единогласно вновь был выбран Молин Ашимбаев. Он занимает эту должность с мая 2020 года. Если что, по конституционной иерархии, именно глава Сената является вторым лицом государства после президента. Но нам интересен не сам процесс обновления депутатского корпуса, а речь Касымжо Марта Тукаева. В ней он поделился видением того самого нового Казахстана. Он сделал предостережение нынешним и будущим политикам, сказав, что в государстве будет место только для тех, кто отвечает за каждое свое слово и поступок. Только так можно укрепить доверие к политической системе. Можно сказать, что президент обращался не сколько к депутатам, сколько к населению страны в целом, рассказывая о своем видении реформ. Например, он сказал, что они направлены не только на повышение эффективности государственного управления, но и расширение возможностей участия граждан в политических процессах. И для этого нужно сформировать в обществе цивилизованные политические традиции. Они укладываются в принцип «разные мнения, но единая нация». Безусловно, глава государства обещает гражданам больше свободы в своих высказываниях и критике, но только если она будет обоснованной. Процитируем ключевую цитату. Любым проявлением политического радикализма, экстремизма, не должно быть и не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин – любой общественный деятель. Все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны. И я обращаюсь ко всем соотечественникам. В условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих. «От нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле». Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти намеченным курсом реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельности, истинный патриотизм граждан». И, конечно, грядущим выбором в Можилис президент уделил особое внимание. Может быть, кто-то не до конца понимает, почему именно эти выборы Токаев называет завершающим этапом комплексной перезагрузки государственных институтов. Можилис – это основное связующее звено между народом и государством. Исторически парламент является органом, который представляет интересы населения. Да и сами депутаты в теории являются выходцами из народа. Напомним, что выборы в Можилис пройдут 19 марта, и на данный момент в стране уже появились две новые партии. Возвращается смешанная избирательная система, которая даст больше возможностей для самых различных политических сил, в том числе оппозиционных. Тем более, что порог вхождения в Можилис был существенно снижен. Как думаете, станут ли заседания Нижней палаты парламента интереснее, чем сейчас? Будет ли на них больше той самой смелой конструктивной критики? Напишите свой ответ в комментариях. А мы пока перейдем ко второй теме выпуска. Как мы уже не раз говорили, многие проблемы из прежнего Казахстана наверняка перейдут в новый. И речь зачастую идет об очень щепетильных вещах. Например, о пенсиях. Помните, что происходило, когда казахстанцам разрешили использовать часть своих пенсионных накоплений? Почти все, кто имел на счету достаточно денег, использовали эту возможность. Потратили на жилье, лечение или перевели в управляющие компании. Наверное, мало кто задумывался над тем, хватит ли им денег в старости. Все стремились получить их здесь и сейчас. И на это есть причины. Уровень доверия к ЕНПФ у населения до сих пор довольно низкий. И такое отношение к фонду имеет основание. Как известно, ЕНПФ не только хранит наши пенсии, но и распоряжается ими, инвестируя их в различные организации, чтобы получить доход. И в целом в минус фонд не уходит. Реальная доходность чаще всего оказывается положительной. Правда, она все равно меньше, чем можно получить, открыв обычный депозит в любом банке. Но пока зафиксируем эту мысль. Деньги фонд пока не теряет. Правда, это если смотреть общую картину. Потому что любые инвестиции – это риск. И неудачи у ЕНПФ бывали. О них мы тоже сегодня вспомним. Пока же расскажем о недавнем решении Национального банка. Там планируют разместить 500 миллиардов тенге пенсионных активов в облигациях Национального холдинга «Байтирек». Это должно случиться уже в этом году. Вот чем объясняют это решение в Национальном банке. Цитата. Привлеченные средства организация планирует направить на аккредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства. Там обещают, что пенсионные деньги будут инвестированы в холдинг на возвратной основе по рыночной доходности. К слову, в прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, доходность ЕНПФ также оказалась положительной – 6,5%. Как на картину повлияют будущие инвестиции? Есть ли риск, что они окажутся неудачными? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте вспомним самый громкий скандал, связанный с ЕНПФ. В 2014 году ЕНПФ вложил деньги в долговые и ценные бумаги Международного банка Азербайджана. Сумма была немаленькой – 250 миллионов долларов. И на тот момент инвестиция уже выглядела не совсем надежной. Например, руководство Халыкбанка оценило положение Азербайджанского финансового института как ненадежное и вывело оттуда свои средства. И оказалось, что это было правильным решением, ведь в 2017 году Азербайджанский банк подал на банкротство. Это означало, что он перестал выплачивать долги, в том числе и перед Казахстаном. Тогда наше правительство засыпали вопросами, что теперь будет с пенсионными деньгами. Правительство договорилось обменять обязательства банка на долг в виде государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком погашения 15 лет. Причем 15 лет ждать не пришлось. Нацбанку удалось продать облигации раньше, и в страну вернулись уже не 250 миллионов, а 263 миллиона долларов. То есть в целом история закончилась хорошо. Деньги удалось вернуть, пусть и окольными путями. Но удачно эту инвестицию назвать сложно. Все-таки изначально все должно было происходить по-другому, без необходимости принимать экстренные меры. В этот раз все получилось, а получится ли в следующие? Пенсионные деньги вкладываются не только в зарубежные компании и институты. Иногда их вливают в отечественные структуры, и выглядит это как попытка убить двух зайцев одним выстрелом. И экономике помочь, и доход получить. Вот только и здесь бывают неудачи. В 2018 году средства из ЕНПФ привлек холдинг «Казагра». Сумма тогда была 450 миллиардов тенге. На них купили облигации. Ставка вознаграждения была 10% годовых, а срок – 15 лет. Национальный банк тогда планировал, что эти инвестиции будут регулярно приносить доход вкладчикам пенсионного фонда. Здесь нужно понимать, в каком состоянии тогда был холдинг. Он много раз попадал в скандалы. Должностные лица «Казагра» привлекались к суду по обвинению в коррупции и хищениях. Его неоднократно критиковали, в том числе и высшие руководства страны. Вот что президент говорил в 2019 году. Цитата. «Нужно принять кардинальные меры в отношении «Казагра». Это уже притча во языцех. Это показатель абсолютно неумелого руководства подобного вида структурой. Накопленный убыток «Казагра» по итогам 2018 года составил более 120 миллиардов тенге. Из 672 профинансированных им проектов 270 или 40% – простаивающие проекты. Вопросы здесь излишни, комментарии неуместны. Компания должна быть решительной и оперативно реформирована. Следует задуматься о привлечении иностранных специалистов к управлению этим холдингом. То есть, понимаете, деньги были вложены в изначально убыточную компанию, которая неэффективно распоряжается финансами и не выполняет половину проектов. И у нас с банка при этом оставались надежды, что деньги вернутся еще и с процентами. И деньги действительно постепенно возвращаются. Вот только сильное ослабление курса тенге и инфляция обесценивают этот процесс. Давали деньги по курсу 375 тенге за доллар. Тогда эти 450 миллиардов тенге составляли 1,2 миллиарда долларов. На сегодня эта сумма превратилась уже в 950 миллионов долларов. То есть, обесценилась на 250 миллионов. Есть ощущение, что в этой истории решение принималось изначально не в пользу вкладчиков и НПФ. Главной целью было спасти Казагра. И мы были бы не против, если бы на это не тратились наши с вами пенсии. К слову, Казагра на тот момент принадлежал правительству, а именно Министерству финансов. Но в 2021 году он вошел в состав холдинга Байтирек. Да-да, именно в тот холдинг, в который сейчас хотят влить еще 500 миллиардов из НПФ. Получается такой круговорот пенсии в системе квази-государственного сектора. При этом сильно критиковать желание правительства поддержать важные сектора экономики мы пока не будем. Дождемся результатов. Возможно, хоть на этот раз уже в новом Казахстане эти деньги будут эффективно работать и позволят поднять на ноги все те сферы, что перечислил Нацбанк. Машиностроение, металлургия, пищевая, легкая промышленность, а также строительство. Вот только казахстанцы вряд ли рады тому, что на это уходят их деньги. Причем без их согласия. Пенсии это святое. И этими средствами стоит распоряжаться максимально аккуратно и прозрачно, чтобы не подрывать доверие вкладчиков НПФ. Наверняка многие согласятся с такой позицией. Пусть фонд не будет показывать сверхдоходов. Главное, чтобы он в итоге не оказался в минусе. Нам по этому поводу пока сказать больше нечего. Поэтому не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал. И скиньте это видео своим знакомым. А с вами мы увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok